В Чебоксарах проходит турнир по футболу «Кожаный мяч». На протяжении шести дней 11 команд из регионов Повожья борются за первенство, чтобы выйти в финал. Еще совсем юные, на первый взгляд, мальчишки уже знают, что такое вкус победы и поражения. Команда «Нефтеград» из города Альметьевск первый раз на этом турнире. Но это нисколько их не смущает. Они настроены крайне решительно. Я уже занимаюсь футболом 4 года. Мне очень нравится играть. Здесь побеждали в многих турнирах. Ну, таких. И я хочу стать профессиональным футболистом. Я считаю, да, победим. Мариэлл со счетом 2-0. «Кожаный мяч» не просто соревнование. Это дальнейшая путевка в жизнь юных спортсменов. По словам организаторов турнира, только в этом году по всей России играет 6 тысяч команд. И у каждого одна цель – победить. Мариэл! Мариэл! Радует то, что здесь нет таких профессиональных команд, которые играют, так скажем, в одну калитку. Все ребята, так скажем, делают на поле то, что они умеют. Видно, что команда, которым еще не настолько обучена, чтобы обыграть другую команду просто за счет мастерства. Турнир «Кожаный мяч» проходит в 64-го года. Он сделал известными многих советских и российских футболистов. И вот из этих мальчишек, которые, так скажем, непрофессионально занимаются футболом, потом наиболее талантливые попадают в детские спортивные школы, в дюшеры, в команды мастеров. И, конечно, вырастает у нас много примеров футболистов, которые играли в «Кожаном мяче», потом в сборной России. Ну, например, тот же Жирков, Аршавин. То есть, ну, достаточно игроков, которые добиваются потом высоких результатов. В каждом федеральном округе сейчас проходят зональные турниры. Сильнейшие 16 команд соберутся в сентябре на финале в Краснодаре. Анастасия Масляева, Александр Петров, Республика.